Всем привет! Как обычно, все игры из списка проверены, и уверяю вас, проблем с запуском на двоих на одной клавиатуре не возникнет. На создание этого видео было потрачено немало времени, поэтому попрошу авансом поставить лайк и подписаться на канал, ведь впереди много интересного. Не затягиваю, берите чаёк, печеньки, а я начинаю! В этот раз открывает список игра, которая вышла в январе 2020 года. И это прежде всего раннер, где вам с вашим напарником нужно взять под управление двух героев и преодолеть более 45 уровней, попутно просматривая сюжетные сцены о противостоянии героев-ведьме. Для подобного жанра, на мой взгляд, графическая составляющая в игре выглядит неплохо, а вот управление крайне непривычное, и учитывая несколько уровней сложности, местами игру можно назвать хардкорной. Также отмечу очень некачественный перевод на русский язык и немалый вес папки с игрой. Честно, играть один, наверное, я бы не стал, но в совместном прохождении на одной клавиатуре это прямо-таки неплохой хардкорный щекочущий нервы вариант. Игра в жанре файтинга, которая вышла в 2013 году и не нуждается в представлении. Добавлю, что если серия Mortal Kombat уже обыграна со всех сторон, то Injustice это неплохой вариант, а полное издание включает в себя множество бойцов, начиная от Чудо-женщины, Супермена и заканчивая Бэтменом и Зелёным Фонарём. Множество карт, таких как Логово того же Бэтмена или Крепость Одиночества. Знакомая многим боевая система, с усилением спецприёмов, блокировкой ударов и суперприёмом при заполненной шкале энергии. В общем и целом это хороший файтинг с невысокими системными требованиями. С момента выхода он получил огромное количество положительных отзывов в Steam. Гоночная игра, вышедшая в 2018 году. Первая мысль, которая возникла, когда я увидел этот проект, что происходящее на экране уже где-то было и до боли знакомо. Ведь в ней привычный классический геймплей для подобных игр из далёких 80-х и 90-х годов. А что касается трасс, то их множество, и они расположены по всему миру. А погодные эффекты и типы треков напрямую влияют на управляемость автомобилем. И нельзя не упомянуть о хорошо сделанной музыкальной составляющей. Ведь над ней работал человек, который приложил руку к многим известному Top Gear 1992 года. И если вы хотите поностальгировать, то с высокой вероятностью всё получится. А если попробовать что-то подобное впервые, советую скачать бесплатную демо-версию в Steam. Ссылка будет добавлена в описании. Это ритм-игра в жанре рогалика, вышедшая в 2015 году. Сюжет стартует с момента, когда главная героиня отправляется в склеп, дабы отыскать своего отца. Но при попытке подкопа земля падает и протагонист ударяется головой. После чего, спустя некоторое время, является некроденсер. И в дополнение ко всему случившемуся, оставляет проклятие. Согласно которому, теперь можно двигаться только в такт музыки. Простое управление, отличный саундтрек и необычная игровая механика выделяют проект на фоне множества игр. У разработчиков получилось создать по-настоящему увлекательный ритм-рогалик. Отмечу, что игра хорошо играется в соло, а вдвоём за одной клавиатурой становится ещё интересней. Также в системных требованиях отмечено, что проект запустится на Windows XP. Кто попробует, обязательно напишите о результате в комментариях. Это пошаговая стратегическая игра, вышедшая в 2016 году, выполненная в двухмерной графике. По геймплею, как и в предыдущих частях серии, управляем командой червяков, уничтожая червей других команд с помощью разнообразного оружия. Отдельно стоит отметить хорошую 2D-графику. Несколько интересных нововведений, отличающих данную часть от прежних. Например, таких как внедрение транспорта и возможность спрятать червей в здании. Большое количество оружия, включая классическую верёвку ниндзя и, например, удар ОМГ. Проект получил множество положительных оценок. Ещё одна игра, которая не нуждается в представлении. Напомню, что релиз состоялся в 2015 году. Проект является десятым по счёту в основной серии файтинга и перетерпел ряд изменений в сравнению с девятой частью игры. Например, появилась возможность взаимодействовать с окружающей средой, отскакивая от определённых мест или, наоборот, использовать подручные средства в качестве оружия. В значительной степени улучшена графика, и также в игре появились стили. Кстати, как вам такое нововведение? Напишите в комментариях. В общем и целом, десятая часть вышла неплохой. И если вы по какой-то причине, как и я ранее, не знали, что в неё можно играть на одной клавиатуре вдвоём, то сейчас самое время опробовать бойцов в деле. Это игра в жанре платформера, релиз которой состоялся в 2020 году. Игроку предоставляется управление дочерью персонажа из первой части. Если совсем кратко, то в поисках своих родителей она вынуждена отправиться на луну. По геймплею проходим через пещеры с враждебными существами и ловушками. Прыгаем им на голову, пользуемся хлыстом, собираем сокровища и катаемся на индюках. У разработчиков получился хороший сиквел с действительно уместными нововведениями. Но и без небольшого минуса не обошлось, в игре нет поддержки русского языка. Но в то же время в ней не так много текста, и в целом всё происходящее достаточно понятно. И отдельно отмечу, что если у вас не получается запустить игру вдвоём, то пройдите небольшой пролог и перезапустите игру, после чего появится возможность подключения второго игрока. Отмечу множество очень положительных оценок и более 20 часов игрового времени. Игра в жанре избеих всех, выход которой назначен на 18 августа 2021 года. Но если вам не терпится уже сейчас, то в стиме можно загрузить демо-версию абсолютно бесплатно. Ссылка будет добавлена в описании. По сюжету, дельфин, звезда и проблема – самые известные офицеры правоохранительного агентства, где служат наделённые суперспособностями. Они отправляются на обычный вызов и попадают в водоворот событий, которые изменят судьбу всего города. Честно, не знаю, как будет чувствовать себя проект после релиза, но в демо-версии всё очень неплохо. Разработчики обещают более 30 видов противников и 12 уникальных боссов, возможность с решениями влиять на игровой процесс. И кстати, глядя на эту игру, она вам ничего не напоминает? Говоря простыми словами, игра – симулятор переезда, которая вышла в 2020 году. По возможности, она отталкивается от законов физики и предлагает примерить шкуру сертифицированного специалиста по перемещению и расстановке мебели и вещей по беспокойному городу. Но как обычно, всё не так просто и местами забавно. На вашем пути может встретиться, например, лёд или привидение. И конечно, окна и двери сделаны не для галочки. И даже если вы знаете, как пройти по прямой от пункта А до пункта Б, игра всё же попросит забыть всё, что вы знали раньше, и начать сначала, проявляя смекалку и изобретательность. Подчеркну, хорошую для своего жанра графику, простое управление и более 80 забавных уровней. Демо-версия доступна в Steam. Ссылка на скачивание будет добавлена в описании. Это прежде всего головоломка и приключения, выпущенные в 2020 году. Приключения в мире, где воспоминания могут оживать, а время может быть подвластно вашей воле. Сюжет стартует с момента, когда душа старика попадает в другой мир, и собственно там начинается путешествие. Забегу вперёд и скажу, что история подаётся без слов, а в сочетании с отличной звуковой составляющей игра завязана на атмосфере. По геймплею один игрок управляет персонажем, а второй манипулирует миром с помощью перемотки ускорения времени. Для того, чтобы играть вдвоём комфортно, на одной клавиатуре при запуске нужно выбрать режим одного игрока. И в дальнейшем самостоятельно разделить обязанности на двоих. А если играть с геймпадом, то получится ровно то же самое. Один игрок играет персонажем, второй управляет временем. Проект получил множество положительных отзывов со стороны игроков. И думаю, что не зря, ведь игра получилась действительно хорошей и по-настоящему впечатляющей. Спасибо за просмотр, надеюсь вам удалось найти что-то интересное для совместной игры. А с вами был АСВ, играйте с друзьями в отличные игры, а мы ещё увидимся.